Здравствуйте, дорогие друзья! С вами первый выпуск спортивно-образовательной программы «Каковы перспективы?». Всем известно, что каждое действие имеет свое противодействие. Говорят, что когда цыган крадет лошадь, у кубанского казака дергается сережка. А также, когда куча пьяного народа пару месяцев тусуется на площадях своих столиц, от их страны начинают отсоединяться части. Вот примерно об этом и будет наша передача. Пытаемся разобраться, в чем же перспектива наших действий. А пока я отправляюсь брать замечательное интервью у кучи потрясающих грайндкоровых музыкантов на Клинский проспект, дом 25. И хочу передать слово следующему ведущему нашей рубрики и поздравить вас с наступающим Новым годом, овцы. Овцы, кто тут ударение не поставил. Ну что ж, спасибо, Александр. Тебе здравствуй, товарищ. Зовут меня Анатолий Движимость. Рубрика моя называется «Бывает и хуже». Она исключительно о материальной части нашей жизни. В ней я тебе буду рассказывать о прикладном мастерстве и прочих вообще интересностях, имеющих какую-то ценность. Собственно, ничего материального в Новом году, чем новогодний стол. Завелась такая традиция в России издавна. Каждый стол украшать горячительными напитками. Собственно, хотелось бы от себя предоставить вам парочку рецептов и каких-то там, я не знаю, как это назвать, коктейлей что ли. Но в наше время, тяжелое время, кризисов и залетов по незнанке достаточно сложно выбрать что-то нужное, доступное. То, что было по карману, купив компоненты практически в любом магазине нашей большой родины. Коктейль номер раз. Называется он «Соленый пёс». Самое интересное, что у каждого коктейля есть история. И каждый коктейль нужно подавать с его историей, потому что это как раз-таки и приносит вот этот вот задор и интерес в ваш праздник. Собственно, история коктейля «Соленый пёс» уводит нас в далекие Соединенные Штаты Америки, когда русские матросы пришвартовались у берегов знаменитого штата Техас. Они в первую очередь пошли, естественно, в кабак. Там всё своё свободное время проводили, естественно, американские матросы. Играли они в очень интересную игру, которая называется «Покер». И не простой, а техасский. Очень эта игра нашим морякам понравилась. И, собственно, на одну из партий по покеру они захватили с собой парочку ящиков водки. И увидели они, что местные-то матросы мешают своё бухло с различного рода соками. А эта традиция, между прочим, укрепилась именно в Соединённых Штатах со времён сухого закона, когда гнали самогон из чего только можно и как только можно, получалась жуткая дрянь, которую в чистом виде было невозможно употреблять. За одной из партий в покер наши матросы, значит, водочку замешали с грейпфрутовым соком. И самое интересное, что, дабы не прослыть какими-то зашкварами, они бахнули туда соли, чтобы, как говорится, морем пахло. Собственно, так и получился вот этот замечательный коктейль «Солёный пёс». Ну, раз уж так задалась мне морская тематика, то, познакомившись поверхностно с какими-то плотскими традициями, я позволил себе изобрести собственный коктейль, который вы можете также с удовольствием поведать своим гостям. Собственно, есть на плоти такая традиция – кувалду целовать. В качку подвешивается и кверху кувалда, которая начинает, собственно, раскачиваться. И все новобранцы пьют, значит, забортную воду и пытаются эту кувалду поцеловать. И поцеловать её так, чтобы, как говорится, ничего тебе не выбило. Вы берёте часть водки, примерно 3-4 части, наверное, минеральной воды с содержанием железа. Это очень важно. Накрыв стакан ладонью, ударяете им о колено. И это, собственно, вызывает эффект некого пузырькования. Вам нужно этот коктейль оглушить вообще практически залпом. После того, как вы выпили, во рту остаётся отчётливый привкус железа. В связи с этим коктейли называются поцелуй кувалды. На этом, позвольте с вами попрощаться, берегите себя. Передаю бразды правления замечательному коллеге Арсению, который погрузит вас в экскурс литературы. Скажем спасибо Анатолию Недвижимости. Меня зовут Арсений. Мы переходим к нашей аудиолитературной рубрике. И сейчас мы услышим первый рассказ из цикла, состоящего из одного рассказа, рассказов об острове Готланд. Итак, история эта произошла в 1967 году на атомоходе «Великий победоносный знаменосец Монголии». Ничто не предвещало беды, когда дежурный по подводной лодке старший матрос Мережковский Гиппиус услышал странный звук, который доносился не откуда-нибудь, а прямо из торпедного отсека подводной лодки. Каково же было его удивление, когда, зайдя в торпедный отсек, он понял, что этот глубокий внутриутробный звук, словно издаваемый каким-то огромным морским животным, раздается прямо из шахты, в которой должна быть торпеда. Матрос испугался и позвал на помощь. Буквально в течение десяти минут в торпедном отсеке собралась вся команда. Двое матросов встали сбоку от люка, а перед самим люком встал Кок Иван, держа в руках огромную кувалду, чтобы как только отсек откроется, он мог победить неприятеля ударом железного кулака и морской сноровкой. Люк открылся. Из торпеды выглядывала акула. Никто не мог понять, как она попала туда, но, тем не менее, что-то надо было делать. Акула была полужива, полумертва, и жить ей оставалось недолго. Тем не менее, Кок не испугался и засадил ей кувалдой прямо по зубам. «Зачем ты это сделал?» – спросил Мережковский Гиппиус. «Как зачем? Внутри явно кто-то есть. Как ты догадался? Посмотри на ее живот. Он вздут, словно после макарон». «По-флотски?» – «Нет, блядь! По-танкистски!» – ответил Кок. Итак, выбив акуле зубы, он раскрыл ей рот и распоркой поставил кувалду, чтобы можно было залезть. Путь в акулу занял совсем недолго – минут пять, может быть, семь. И вот Кок оказался в акуле. Акула была довольно большой, и пробираться через нее было сложно. Пришлось прорываться сквозь массу полостей. Но вот, добравшись до кишечника, Кок увидел тело, которое копошилось примерно в последнем отсеке двенадцатиперстной кишки морского животного. Он разглядел старика в каком-то камзоле. Он не мог разобрать цвет, потому что камзол был уже полупереварившийся. Но человек был жив. Надо срочно его достать. «Эй!» – закричал Кок из акулы. «Киньте веревку! Кинем сейчас!» В итоге кинули веревку. Веревку обвязали старика. И каково было удивление всех собравшихся матросов, когда они увидели, что внутри акулы находился Дед Мороз с огромным мешком новогодних подарков, припасенных для отважного экипажа чудесной подводной лодки. Так встретил Новый год экипаж подводного атомохода краснознаменный гвардейский комсомолец Монголии. Спасибо, друзья! Приятных вам новогодних праздников! Не попадайтесь в акулы! Здравствуйте! Мы начинаем наше поздравление с Новым годом! И начнем мы с Никиты. Никита, скажите всем «С Новым годом!» «С Новым годом, пожалуйста!» «С Новым годом!» «Окей, идем дальше.» «Идем дальше. Дестрой!» «С Новым годом, скажите!» «С Новым годом, да!» «Теперь Ванек!» «С Новым годом, товарищи!» «Замечательно было!» «С Новым годом, поздравляем всех!» «Пойдем с нами танцевать! Скорее, 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 скорее!» «С Новым годом, скажите!» «Ну, естественно, с Новым годом! Смотри, там какие пацаны!» «С Новым годом!» «С Новым годом! С новым счастьем!» «С Новым годом, Мор, говори!» «С Новым годом, заебал!» «С Новым годом!» С днём рождения, Лёха, с новым годом заступающим! С Новым годом! С Новым годом! А теперь Роман Кондратьев скажет с Новым годом! С Новым годом! Рома, скажи с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Отлично! Идём дальше. Возьмём у деда интервью. Киселёчек! Киселёчек! Пойдём со мной! Скажи с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, скажи! С Новым годом! С Новым годом! Скажи с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Окей, всё понятно? Дед! Дед! Дед, с Новым Годом! С Новым Годом! Ребята, с Новым Годом! Новым Годом! Привет! С Новым Годом! Дед! Привет! Привет из Норвежска! Как идет? Нет! Окей, я понял. Ребята, каждый говорит с Новым Годом! Пошел нахуй! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом, Мэри, говори. Да, с Новым Годом! Ой! Эй, 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 эй! Я уже говорил это! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Аục! С Новым Годом! Так спор Продолжение следует...